Наконец-то это произошло, друзья. Сегодня вооруженные силы Украины впервые удалили по территории России баллистическими ракетами Атакамс после официального разрешения США. Уже есть экстренное заявление Путина и Пескова. Использование западных ракет ВСУ против России по новой доктрине может повлить за собой ядерный ответ. Медведев уже пугает ядерным ответом, но, как вы знаете, это всего лишь очередной блеф. Уже официально Байден официально разрешил Украине носить удары дальнобойным оружием по Российской Федерации. Впервые после долгой паузы помощник госсекретаря США по делам западного полушария официально это признал. Более того, Украина планирует уничтожить Крымский мост после того, как Байден разрешил бить ракетами Атакамс. Об этом сообщает Global Defense Corp. Ну и самое главное, что появились новые кадры подрыва автомобиля во временно оккупированном Севастополе 47-летнего начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитана 1-го ранга Валерия Транковского. И следующие жертвы преступников военных в Российской Федерации озвучены. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал. Мы сегодня увидим этот удар Атакамса по территории Российской Федерации, обсудим все заявления Трампа, Байдена, Путина, его новую язерную доктрину и узнаем, как ответит Путин на то, что его территории будут бить американские, французские, британские, европейские ракеты. Ну что, сегодня ночью был атакован 67-й арсенал Грау в Брянской области. Был сильный взрыв. Специалисты утверждают, что на сей раз ранний арсенал был однажды атакован не дронами, а на сей раз это ракеты Атакамс. Поставьте лайк, напишите в комментарии географию просмотров и несколько теплых слов в поддержку Украины, и мы начинаем. Смотрим, друзья. Там такая рука, что была полоса, как будто керапета. Друзья, поставьте лайк этому видео. Мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру. Подпишитесь на мой YouTube канал, в комментариях напишите несколько теплых слов в поддержку Украины. Каждый ваш комментарий, каждый ваш лайк, каждый ваш подписка делает возможным, чтобы это видео посмотрело как можно больше людей по всему миру. А именно это и есть наша целью. Мы работаем для аудитории по всему миру, боремся с российской пропагандой. Поэтому будьте на стороне света, подпишитесь, поставьте лайк и откомментируйте это видео. Если вы смотрите нас из Мордора и вы поддерживаете Украину, смотрите нас через VPN. Это для вас будет безопасно. Итак, украинские военные сегодня ночью 19 ноября впервые нанесли удар по российской территории баллистическими ракетами Атакамс. Об этом рассказал источник в силах обороны. По его словам, удар был по военному объекту в районе города Карачаев в Брянской области. Вы только что это увидели. Действительно впервые использовали Атакамс для удара по объекту в Брянской области и он был поражен. Безусловно, что Генштаб официально пока держит паузу, так и должно быть. По данным источников Цензернет, сегодня впервые в истории вооруженных сил Украины нанесли удар по военному объекту ракетами Атакамс производства США. Итак, подразделения вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны нанесли огневое поражение парсеналу 1046 Центра материально-технического обеспечения в районе города Карачаев в Брянской области России. По состоянию на полтретьего ночи зафиксировано 12 внимания взрывов и детонаций в районе цели. Слава вооруженным силам Украины. Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии России против Украины будет продолжаться. Ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал нанести удары по силам НАТО, если Украина начнет нанести удары дальнобойным оружием по территории России. И вот сегодня очередные красные линии Кремля нарушены. Давайте посмотрим, как отреагировал уже генсек НАТО Марк Рюте. Запад не должен ограничивать использование оружия, поставляемого Украине. Марк Рюте, смотрим. Субтитры, смотрим. Субтитры, смотрим. Субтитры, смотрим. Субтитры, смотрим. Байден тоже очень оригинально ушел от ответа, потому что с него спрашивали на саммите G20 в Рио о том, что же, что же, когда же, когда же Байден разрешит. И вот он традиционно породил новый мем на саммите G20 в Рио «Ушел в джунгли». Давайте посмотрим. Пока Джо Байден уходит в джунгли, а американские ракеты атакам становятся удары по территории России, Песков заявляет, что Россия может ударить ядерным оружием в ответ на применение неядерного оружия. Сегодня российский диктатор утвердил новую ядерную доктрину. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что потенциально противник должен понимать неотвратность возмездия в случае агрессии против России или ее союзников. Беларусь, конечно же. Россия нападает на другие страны, но при этом рассказывает, что нападают на Российскую Федерацию. Также Песков отметил, что зарубежные страны должны глубоко проанализировать новый документ. Ядерную доктрину прокомментировал только что опохмелившийся Дмитрий Медведев. Он заявил, что в случае применения западных ракет Россия может нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО. Может, Старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, написал он. Давайте посмотрим заявление Пескова, а потом заявление Путина. Был подписан очень важный указ президента. Это указ об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Текст основ тоже опубликован. Это основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Очень важный текст. Естественно, он должен стать объектом очень глубокого анализа, как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом. Также мы опубликовали соответствующий пресс-релиз для средств массовой информации в связи с подписанием этого важного закона. Я хотел бы на следующий момент обратить ваше внимание, почему это потребовалось. Нужно было привести в соответствие наши основы с нынешней обстановкой. Это первое. Второе. Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. И Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений. Важный еще элемент этого пресс-релиза – ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противникам неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и или ее союзников. Документ чрезвычайно важный. Анализируйте. Гурлев уже сделал заявление, что он превратит Нью-Йорк, Вашингтон и всю Америку в ядерный пепел. Вы понимаете, есть отдельные цели, по которым можно нанести что? Демонстративные предупреждающие удары, про которые мы в этой студии с вами язы сломали говорить. Первый кандидат получить ядерную дубину по куполу. В Великобритании. Конечно. Я в вас больше, чем уверен и уверяю, что обратки не будет. Потому что тот арсенал, который находится в России, он сто процентов сдерживает, что Байдена, что Трампа, о применении ядерного оружия в наследие России. После этого, если у кого-то будет желание запустить ракеты атакам, скальп, штуршедов и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу? Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю, и американцы, и мы. Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, про сути, Америки не существует. Может, Орик Байдену вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества. Медведев считает, что в Москве появилось право ударить оружием массового поражения по Киеву и странам НАТО. Да и вот Путин, как мы помним, несколько месяцев назад сказал, что если это КАМС полетит на территорию Российской Федерации, то все, начинается Третья мировая война. Это решение будет принято. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войне на Украину. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой суть этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать. Когда резко активизировались в Европе и США разговоры о том, что Киеву может быть дано разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России, Вы дали понять, что это будет означать, что НАТО прямо воюет с Россией. На Ваш взгляд, услышали они эти Ваши слова, Ваши сигналы? Они мне об этом ничего не сообщали. Надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения. Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применить это оружие против России. Я уже говорил об этом в своём самом первом заявлении, когда это было в Петербурге. Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО. Потому что нужна для этого космическая разведка, которой Украины, естественно, нет, мы это понимаем. Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полётные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это самостоятельно украинская армия делать не может. Поэтому и то, что сейчас происходит, это делается всё руками НАТОвских офицеров. Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удар вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос. Ну и, естественно, мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать? Когда? Где? Конкретно? Ну, об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов. Тем временем Украина планирует уничтожить Крымский мост после того, как Байден разрешил бить ракетами-атакам, сообщает Global Defense Corps. У Пескова уже есть ответ на это. Для нашего президента позиция российской стороны была предельно чётко. Это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных. Итак, новая ядерная доктрина следующая. Во второй главе обновленной доктрины уточнено, что потенциальным противником, против которого проводится ядерное сдерживание, теперь могут считаться государства, которые предоставляют свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против России. В двух новых пунктах 10 и 11 указано, что Россия будет воспринимать агрессию любого государства из коалиции Блока Союза к агрессию этой коалиции в целом, и агрессию с стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного, как их совместное нападение. Со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников, это первое. Второе и очень важное, может быть, ключевое заключается в том, что полётные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. И поэтому речь идёт не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идёт о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединённых Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Вывелись кадры непосредственного подрыва автомобиля во временно оккупированном Севастополе 47-летнего начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитана 1-го ранга Валерия Транковского. Взрыв прогремел 13 ноября, когда автомобиль ехал по улице Тараса Шевченко. В результате Тарнавский был ликвидирован. Задержаны двоих жителей Крыма, якобы совершившие по зданию СБУ акт возмездия. Сейчас мы посмотрим, кстати, это видео и самого акта, и их комментарии. В СБУ утверждают, что задержана 38-летняя жительница Севастополя, она вела наблюдение, а 47-летний житель Ялты изготовил и заложил взрывчатку. ФСБ сообщает, что они дали признательные показания. Их имена не называются, но издание агентства выяснилось, что мужчина, которого подозревают в том, что он заложил взрывное устройство, 47-летний Виталий Кульчицкий, родом из Львова. Таранковский военный преступник, в частности, под его командованием неоднократно происходили обстрелы Одессы, а также Винницы, ракетами «Калибр» в июле 22-го года, когда погибло 29 мирных жителей. Таранковский был самым высокопоставленным офицером флота, который был убит в российском тылу за время вторжения России в Украину. Давайте посмотрим эти эксклюзивные кадры. В 2023 году летом я был завербован сотрудниками СБУ. Моей задачей было ликвидации высокопоставленного военнослужащего в городе Севастополь. В ночь с 12 на 13 ноября этого года, 24-го, я заложил взрывное устройство под днище автомобиля и привел его в исполнение. По приезду в Севастополь в отпуск, Курат мне отправил фотографию номер машины. И теперь я смотрела только за ней. Во сколько она появляется и во сколько уезжает. В ночь с 12 на 13, примерно в 11 часов вечера 12 ноября, я увидела, как машина стояла на парковке и передала эти данные куратору. После чего обошла еще раз вокруг дворов и еще раз точно посмотрела номер машины. Убедилась, что это она и подтвердила это своему куратору. Это была машина военнослужащего, которого 13-го числа взорвалась машина, где он находился в ней. Севастополь Севастополь Термополь Севастополь 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 Был обнаружен гумб Предположительно телефона. Обратите ваше внимание Телефон в черном суракановом пакете Техно Синий Севастополь Схуд Техно Заполон Севастополь Техно Севастополь thing Zogut l Еще один телефон. Итак, в свое видео Лаудинов записал во время встречи с пропагандистом Александром Малькевичем, его женой Ангелиной. Пока Россия нападает на другие страны, оккупирует территории, проводит ракетные массовые обстрелы, уничтожает собственную экономику, уничтожает другие страны и жителей собственного государства, Лаудинов занимается демографическим кризисом. В гости в Ахмат сразу же нагружаем разными, как говорится, проблемами, нагрузками. Хотим, чтобы у нас в стране все было хорошо. Русские, начните рожать, рожайте детей, пожалуйста, это нам нужно. Это наша стратегическая задача номер один. Не думайте об СВО, СВО мы уже выиграли. Кто бы что ни говорил, какие-то там, кто-то разрешил бить вглубь там, чем-то. Ну и сколько их у них этих ракет, сколько у них чего. Ничего это не меняет. Самое для нас с вами важное, это сделать все для того, чтобы население нашей страны росло, чтобы демографическая ситуация в стране, она была в разы, как говорится, лучше. Тогда у нашего государства будет будущее. Не думайте о этих зайчиках. Я вам даю слово, что бесповоротно Россия в этом СВО уже выиграла, что бы ни происходило. Так что такие дела. Ахмат Сила, Россия Мощь, Бог Един, Аллаху Акбар. А вот наши гости, красавцы, они вот дали слово, что они исправят ситуацию. Такие дела. Не буду это комментировать. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал, прокомментируйте слова Аптелудинова сами в комментариях внизу. Напишите географию просмотров, откуда вы нас смотрите, и несколько теплых слов в поддержку Украины. Ну а тем не менее, вчера грузины строили баррикады и планировали бессрочный протест, но уже ночью силовики всех разогнали. Президент завела несогласие с результатом выборов. В Тбилиси полиция снесла палаточный городок оппозиции из пострадавшей и задержанной. Местные медиа пишут, что полиция действовала жестко. В частности, применяли физическую силу против журналистов. Избили журналиста издания «Публика Миндия» Кабадзе и оператора телеканала «Мтавари» Сергея Брамидзе. Его камеру разбили. Давайте посмотрим фрагменты. В общем, полиция взяла разбег. Правда, правду. Такая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тем временем президент сам провозглашенной республики Абхазии Асламбжания подал в отставку Под давлением оппозиции свой пост покинул также премьер Александр Анква Передает эхо Кавказа Давайте посмотрим какие были протесты А потом я вам кое-что прокомментирую Аплодисменты 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 19 ноября исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Бадра Агунба. На должность премьера назначается Валерий Бганба, бывший глава парламента Абхазии. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия. Я сегодня пообщалась с известным политиком казахским. Он, в том числе, мне сказал о том, что никакого отношения к демократии, свободе слова это не имеет, что Абхазия была, есть и будет пророссийской. И они протестовали не против Российской Федерации, а протестовали против денег. Они хотели больше денег, больше возможностей, больше, чтобы регион оплачивался, финансировался Москвой. И то, чтобы бизнес имел в Абхазии комфортные условия местные. Они приезжали россияне, создавали для себя комфортные условия. Ничего общего с демократическими ценностями или с вступлением от российского мира это не имеет. Увы, Абхазия просто воевала за собственные личные интересы. Она остается в анклаве русского мира, и она не хочет быть частью Грузии. Увы, это вот то, что я сегодня слышала. Мне интересно ваше мнение, друзья. Опять же, я цитирую экспертов. Что вы об этом думаете, друзья? Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube канал «Дай счастливы». Будьте с нами. Мы дверимся к полумиллионам подписчиков. Еще раз, мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру, боремся с российской пропагандой, пытаемся донести правду как можно большему количеству людей по всему миру. Поэтому каждый ваш лайк, каждая ваша подписка и комментарий делает возможность, чтобы это видео посмотрели больше людей по всему миру. Будьте с нами, будьте на светлой стороне. Украина обязательно победит. Слава вооруженным силам Украины, друзья!